Десногорска и Рославля обменялись опытом. Направление, кроме как все, что неэффективно, сделать эффективно, я, допустим, не вижу. Совместное заседание депутатских комиссий. На основе существующего пляжа мы создаем новое организованное пространство. Новый облик городского пляжа и набережной. Выбрали правильный вариант ответа, выделили его левой кнопкой мыши, подтвердили свой ответ. Проверка выдачи водительских удостоверений в Смоленске. А сейчас об этих и других событиях подробнее. Совет ветеранов Десногорска – самая авторитетная общественная организация не только в родном городе, но и в области. К ним едут за советом, посмотреть документацию и перенять опыт. Очередная такая встреча состоялась в ветеранской организации Рославля. Дорогих гостей по русской традиции встречали с хлебом с солью, а в ответ зазвучали песни. Добрые, добрые, добрые люди, мир вам и полная чаша. Такая же доброжелательная обстановка царила и за столом. Председатель Десногорского совета ветеранов Игорь Журавлёв рассказал коллегам о структуре организации и о той работе, которую проводят ветераны, учитывая специфику нашего города. Особое внимание он уделил военно-патриотическому воспитанию подрастающего поколения, отметив работу ветеранов-моряков и поисковиков. На встрече присутствовали заместитель главы Десногорска Сергей Тощев и начальник отдела соцзащиты населения Злата Бриллиантова, которые также поприветствовали гостей из Рославля и рассказали о взаимодействии администрации города с ветеранской организацией. Рославльчане с интересом смотрели фотографии и другие архивные материалы, накопленные за 36 лет работы Десногорского совета ветеранов. У нас есть определенные наработки, наша организация довольно давно и активно работает с администрацией, со всеми организациями, которые уходят в городе. Поэтому мы хотим просто рассказать людям, таким же, как мы, которые работают с ветеранами, как это сделать, как улучшить, особенно в плане работы с документацией. Игорь Владимирович поблагодарил за сотрудничество. Рославльский музей и всем гостям на память о встрече подарил газету «Родная земля». А затем ветераны сообща посетили музей поискового движения, храм и Курган Славы. Смоленск посетила первая женщина-космонавт планеты Валентина Терешкова. Ее встретили на одном из крупнейших предприятий Смоленска – заводе «Измеритель». Визит Героя Советского Союза посвящен 55-летию первого полета человека в космос. На встрече с сотрудниками предприятия обсудили развитие промышленности и перспективы социально-экономической жизни Смоленщины. Согласно указу президента, подписанного в октябре прошлого года, о создании общественно-государственной детско-юношеской организации, с 1 сентября в регионе заработают 10 пилотных площадок российского движения школьников. Эта новая общественная организация соберет под своим началом 50 уже существующих в нашем регионе. В нее войдут юные гагаринцы, экологи, патриотические и волонтерские движения. Комиссии Городского совета подводили итоги выполнения бюджета за первое полугодие и обсуждали вопросы на очередную сессию. 10 августа на совещание собрались депутаты трех комиссий – планово-бюджетный, по вопросам комплексного развития и комиссия по социальным вопросам. К очередной сессии депутаты обсуждали шесть вопросов. Первым вопросом рассматривалось выполнение городского бюджета за первое полугодие. Бюджет выполнен с профицитом, и депутаты решили вынести отчет на сессию. Вторым вопросом депутаты рассмотрели обращение директора филиала ФКП «Росреестр» о предоставлении в безвозмездное пользование до конца этого года помещения в общежитии номер 3 первого микрорайона. Также обсудили план приватизации банно-прачечного комбината «Латона» и вынесли его на очередную сессию. В администрацию поступило 16 ходатайств от предприятий города о занесении лучших работников на доску почета. Комиссия по награждениям утвердила 12 кандидатур и к празднованию Дня города фотографии передовиков займут свои почетные места. Православные христиане отпраздновали День Смоленской иконы Божией Матери Адегитрия. Самым ярким событием первого дня торжеств стало выступление звонарей на соборном дворе Смоленска. На колоколах сыграли местные звонари, а также гости из Кемерово. Этот фестиваль проходил в Смоленске впервые. В завершении фестиваля каждый желающий мог попробовать свои силы на звоннице. Смоленская пожарно-спасательная служба предупреждает, что в августе особенно велик риск возникновения природных возгораний. С начала этого года в области зафиксировано 909 случаев возгорания травы и 6 природных пожаров на общей площади в 6 гектаров. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года, когда поля горели больше 2000 раз и огонь уничтожил около 35 гектаров леса, подобные статистические данные не выглядят тревожными. В областной пожарно-спасательной службе полагают, что эта положительная динамика достигнута благодаря усилению профилактических мер. В течение пяти дней студенты Московского архитектурного института вместе с преподавателем находились в нашем городе, реализуя совместную программу с Росатомом. Архитекторы познакомились с Десногорском и разработали концепцию благоустройства пляжа, набережной и тропы здоровья. Что предложили специалисты, смотрите далее. В Десногорску, несомненно, повезло, что здесь работали архитекторы ведущего ВУЗа России. Они прониклись жизнью нашего города и потребностью жителей, а может даже узнали их мысли и планы. Городу, по моему мнению, именно только не хватает некого притяжения людей, как бы культурного и спортивного центра. Город очень широко раскинут, и в принципе я вижу в этом перспективу. Городу есть куда расти, городу есть куда развиваться. Специалисты предлагают проложить маршрут для конных прогулок и дорожку для велосипедистов. Пляж поделить на три зоны по возрастам. На месте бывших аттракционов, используя имеющийся фундамент, смонтировать площадки для катания на роликах и скейтбордах. На набережной нашлось место для спортбара под открытым небом, с общественной печью и огромным экраном на воде. Дальше, по набережной за зданием Дю США, они предлагают разместить также под открытым небом амфитеатр с танцполом и фонтанами. На имеющихся конструкциях пирса есть возможность построить кафе или ресторан. Также архитекторы подготовили отдельную концепцию по благоустройству территории скалодрома. Весь этот комплекс архитектурно-строительных предложений размещен на официальном сайте городской администрации. Все желающие могут с ним ознакомиться и оставить свои замечания, пожелания и комментарии. На это отводится около месяца. Основная задача эскизма проектирования – получить ответную реакцию. Естественно, местные жители знают, что это лучше любое специальности. В процессе обсуждения возникнет некое отношение к объекту, позитивное, негативное, не важно, как главная реакция. И потом следующий этап – это корректировка встречи и обсуждения, что на самом деле принимается по темным причинам, что дополняется, потому что не нужно всё узнать. Естественно, совершенно. И следующий этап – это корректировка вот этой концепции. А потом уже будет перестанет. Предложения горожан обсудят на градостроительном совете и обобщат для дальнейшей работы. В Смоленской области похоронили более 18 тонн персиков, как сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям. Персики прибыли в Россию из Республики Беларусь с поддельным реэкспортным фитосанитарным сертификатом Боснии и Герцеговины. Товар был уничтожен. 6 августа возле учебно-тренировочного комплекса «Скалодром» сотрудники молодежного центра вместе с волонтерами редакции «Поколения» и организацией студенческого актива «Оса» провели ролевую игру «Осторожно, терроризм». Участие в мероприятии приняли команды активной молодежи предприятий города и школьники. Программа включала в себя 8 этапов. Абсолютным победителем игры стала команда военно-патриотического клуба «Ангел». Все участники мероприятия получили грамоты и памятные подарки. Деятельность регистрационно-экзаменационных подразделений ГИБДД области представители Общественного совета при областном ОМВД на предмет коррупционной составляющей проверяют регулярно. Подробности в нашем сюжете. Представители общественности осматривают залы приема и выдачи документов, проверяют, как в регистрационном отделе работает электронная очередь и сколько времени требуется посетителям для решения их проблем. Особое внимание общественные контролеры уделяют процессу сдачи практических экзаменов на водительские права. Они лично присутствуют на испытательных маршрутах и проверяют, как экзаменуемые водят автомашины в условиях реального дорожного движения, чтобы исключить вероятность предвзятого отношения сотрудников ГИБДД к начинающим водителям. По итогам проведенной проверки нарушений в работе подразделений не выявлено. Правительство России расширило список услуг, оказываемых на базе многофункциональных центров. С 1 февраля 2017 года в МФЦ можно будет получать паспорта и водительские удостоверения. Соответствующее постановление опубликовано на сайте российского комбина. И еще очередная авария произошла сегодня утром в городе. На дороге между третьим и четвертым микрорайонами столкнулись два автомобиля – Hyundai Accent и Жигули. Пострадавших нет. Оба транспортных средства получили технические повреждения. По факту ДТП ведется проверка. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. Спасибо за внимание. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok